Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, точнее день, наверное, уже, минус 14. К сожалению, наше операционное дело завершилось раньше, чем мы планировали. Наш председатель Министерства иммиграции заболел. И иммиграционный судья сказал, идите с Богом. В общем, нормальный рабочий день продолжается. А я хотел поговорить на тему того, что один из зрителей, немножко в хамоватой манере, за что, собственно, его пост был удален, написал такую вещь, что, дескать, автор канала «Человек с розовыми очками», который не понимает, что общество разделено на классы, и что принцу Гарри и Меган Маркл из-за того, что они, так сказать, носят фамилию Винздоров, за это им дадут в каком-то автоматическом режиме вид на жительство в канале. Собственно, меня это, честно говоря, очень сильно позабавило. Я хотел поделиться, почему именно меня это сильно позабавило. Люди, которые пишут таким образом, они совершенно не представляют, как работает система в Северной Америке, по крайней мере. Я допускаю, что в Старом Свете вполне возможно, что если ты относишься к какому-то привилегированному классу, ты там, не знаю, потомок аристократов, ты там, не знаю, ну, в общем, короче, ты привилегированный, то в твоей собственной стране, в твоей собственной стране тебе могут быть какие-то плюшки, к тебе могут как-то особенно относиться, тебе могут вместо того, чтобы сказать «Подожди, дорогой, представь документы, а потом мы с тобой поговорим», вместо этой фразы сказать «Вот тебе кофе, вот тебе чай, давай я тебе сейчас потанцую, и все у нас будет хорошо». Нет, в Канаде так система не работает. Вообще в любой стране, в отношении иностранцев, а что ни говори, принц Генри, принц Гарри, пардон, что же я его Генри называю, принц Гарри является иностранцем для Канады, твои всякие разные заслуги там и так далее, это весьма отдельная история, и твои регалии, которые у тебя были в качестве там какого-то выдающихся товарища, или выделяющихся из массы товарищей у тебя на родине, в другой стране имеет, ну скажем, ну в лучшем случае, да, вызвать к тебе интерес, посмотреть на тебя, потрогать руками. Все. Это я вам говорю просто вот по реальной практике. Далее, теперь возвращаемся к тесте, которое я сказал по поводу того, что человек, который писал такого рода вещи, он не представляет, что из себя представляет канадское, североамериканское общество. Проблема для выходцев из Старого Света заключается в том, что североамериканское общество, оно, ну, демократично настолько, насколько можно быть демократичным. Более того, если мы говорим про Канаду, то Канада специально, еще в 30-х годах, 20-го века сказала, идите вы нафиг своими королевскими титулами, аристократическими титулами, мы, хотя и монархия, но при этом у нас единственный монарх, который есть с титулом, это король или королева Англии, ой, король или королева Канады, оговорочка по фрейду. И, соответственно, если раньше была практика всех бывших министров, премьер-министров, наделять там титулом, там, маркиз или граф или виконт или, вся эта история в 30-х годах, 20-го века прекратилась. Именно потому, что Канада хотела подчеркнуть, что она ни в грош не ставит всю эту систему иерархии, аристократии и прочее. Теперь вообще глобально про Северную Америку то, чего не знают люди, которые живут в Европе. Вообще глобально в Европе, да? Это то, что в Северной Америке общество максимально демократично в плане поклонения перед каким-либо титулом, перед каким-либо классом, там, и так далее. Здесь практически всегда все кабинеты всех президентов компаний открыты. Ну, мы не говорим там про небожителей, типа, там, не знаю, там, президента Майкрософта, да, например, да, от балды. Там, или какой-нибудь, не знаю, там, Apple или еще что-то. Их двери всегда открыты, но по записи. Не потому, что они хотят дистанцироваться и фильтровать, да, потому что они чертовски, блин, заняты для того, чтобы заниматься какими-то другими делами. И поэтому любой человек с улицы может прийти, может попросить, что ему надо, может, я не знаю, там, обговорить, что это надо, и на него не будут смотреть, ты кто такой? Ты чего ко мне приперся? Ты знаешь, кто я? Здесь никому никогда в голову такое не придет. Здесь практически все self-made, за исключением там небольшого количества людей, которые вышли из семей, которые сделали себя не там, не вчера, не сегодня, не они сами сделали, а их сделали себя из простых людей, опять же, абсолютно простых, людей от Сахи, то, что она называется, там, не знаю, сто лет назад, да. Есть прецеденты, где в каких-то городах, в каких-то регионах есть какие-то семьи, которые эмигрировали сто лет назад и подгребли под себя практически все в округе. они очень уважаемые там и так далее, но они живут в маленьких домиках, никто никогда не скажет, что они там мультимиллионеры или миллиардеры или еще кто-то такие. Никому даже в голову такое не придет. Поэтому, еще раз говорю, что Канаде глубоко начихать, поверьте мне, на то, что принц Гарри является внуком Елизаветы Второй. Все вот эти вот плюшки, которые были у принца Гарри, так, надо перестраиваться, так чувствую, эти плюшки, они были связаны с тем, что принц Гарри является представителем королевы. Понимаете? Представителем королевы. Он не просто принц Гарри, который является внуком Елизаветы. Нет. Ему давали дипломатический статус полномочия, который он получал от Елизаветы Второй. То есть, таким же полномочиями пользуются, таким же полномочиями пользуются, я не знаю, ну ладно, поехали, провезу вас мимо Аттрадам, Демонреаль. Такими же полномочиями пользуются дипломаты, да, от имени королевы, они получают дипломатический статус, особенно, если мы говорим, не знаю, про послов каких-нибудь, или спецпредставителей, и так далее, им по рамгу полагается дипломатическая неприкосновенность, им полагается защита страны, встречающего государства, и все. Вчера королева сказала, да, то есть, это реально, вчера королева сказала, что все, при изгаре, отрезанный ломать, мы уважаем его выбор, выплатите нам два с половиной ляма за ремонт, фунтов серлингов за ремонт своего замка, ты лишаешься всех воинских званий, воинских званий, как представитель королевы, ну, там, почетные звания, да, то есть, его воинское звание, которое у него было, как у вертолючика, остается за ним, ну, там, скажем, почетный командир какого-нибудь полка, или почетный командир какой-нибудь, там, не знаю, какого-то рода войск, все это у него отнимается, так же, как у него отнимается Его дипломатический статус Личного посланника королевы Да, что что-нибудь было прежде Все, с этого момента, с вчерашнего дня Принц Гарри просто Герцог Сасакский Так же, как есть герцоги Я не знаю, какого-нибудь Натуберленский, герцог Йоркский И так далее Понимаете? То есть это высшая аристократия Британии То есть это почет и уважуха с точки зрения Классового общества Великобритании Но для Канады это ничто Если будут какие-то Телодвижения В пользу его охраны Защиты и так далее То я подозреваю, что это будет По инициативе Просто для того, чтобы прогнуться Возможно, перед Елизаветой Со стороны Канады Потому что формально, с момента, когда вчера королева сказала До свидос, уважаемый внук Гарри С этого момента Канада не обязана предоставлять Никаких преференций Никаких защит Принцу Гарри Ну просто не обязан И факт того, что королева сказала Дорогой внучок Заплати за ремонт здания Которое мы вам дали В качестве семейного гнездушка Говорит о том, что королева на самом деле Не будет платить из своего кармана Деньги Потому что в данный момент получается история Платить из своего кармана За охрану Принца Гарри Так что Друзья мои Все тут очень-очень-очень просто С одной стороны А с другой стороны Еще раз говорю Северная Америка Это максимальное Д-классовое общество Тут смотрят на то Кто ты по жизни Чего ты добился Какое ты состояние И чем ты можешь быть полезен Если у тебя ситуация неочевидная А у принца Гарри Она теперь неочевидная Еще непонятно Сохранят ли за ним статус Точнее не статус А бренд Который они последние пару лет Активно создавали Sussex Royal Да То есть они как бы хотели уйти в кэш Я так понимаю Они хотели Монетизировать Факт того, что они принадлежат Королевской семье И на этом зарабатывать Да Иметь какие-то деньги Быть предметом для Ну не предметом Скажем А объектом Для поклонения Для Не знаю Там Для фотографирования Под этим брендом Может это выпускать Все С момента Когда королева сказала Что ты больше не Royal Ты Аристократия Высшая аристократия Но ты больше не Royal Ты не Не член королевской семьи С этого момента На самом деле Их Вот этот бренд Sussex Royal Как бы Он начинает Приобретать такой Сомнительный оттенок Скажем так И поэтому Никаких Никаких Привилегированных Собственно Историй Никакого Особого Отношения К Принцу К принцу За В части Которые Касаются Получения Статуса Не Последует Если Они захотят Легализоваться Потому что Еще раз Говорю На самом деле Им не нужно Легализовываться Им нет Никакого Смысла Это делать По той Простой Причине Что Как британская Американская Гражданка Британский Он И Американская Она Они могут Совершенно Спокойно Находиться Полгода Как туристы В Канаде Все Зачем им Легализовываться Тем более Что Принц Гарри Говорил Что Он Всегда Будет Читать Великобританию Своим Домом Он Будет Честью Носить Гордое Имя Британца И Все Такое И Тому Подобное Понимаете А еще Раз Говорю Что В Канаде Вообще В Северной Америке К тебе Могут Как-то Относиться Иначе К тебе Могут Как-то Относиться С Какими-то Привилегия Только В случае Если От тебя Что-то Надо И Что-то От себя Из себя Что-то Представляешь То есть Если Ты Вот Просто Внук Королевы Из-за Второй Это Ни О чем Для Бизнеса Это Ни О чем Отдыхаем И курим Бамбук Так Что Я Не Вижу Я Не Вижу Ни В Ни 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 Какие-то Преференции От того Что они Переезжают Из Великобритании В Канаду Это раз Во-вторых Еще раз Вы должны Понимать Что Северная Америка Это общество В котором Нет иерархии В Северной Америке Не вертикальная Система связей А горизонтальная То есть Здесь нет Глубины Вниз Раз Два Три Четыре Пять Уровней Здесь Все Максимально Без Без прокладок И здесь Смотрят По твоим Личным Качественным Достижениям А не Потому Из какой Семьи Ты выходишь Только Конечно Опять же Оговорка Если Ты Не Выходец Из семьи Из семьи Которые Здесь На этой Территории Что-то Значат Имеют Какое-то Влияние Какое-то Значение И От этой Семьи Что-то Здесь Надо Последние Запросы Опросы Точнее Общественное Мнение Показывают Что Канадцы Ну Больше Две трети Скажем так Во-первых Относят Скептично К Необходимости Монархи И в Канаде А во-вторых К факту того Что Канада Должна Давать Какие-то Преференции Это голоса Избирателей Люди Которые Находятся В Решиме Демократии Они не могут Позволить Позволить Бросаться Мнением Своих Избирателей Потому Что Это Грозит Политическим Самоубийством Так Что Живем Дальше Наблюдаем Каким Образом Меган И Гарри Будут Пытаться Себя Легализовывать Если Это Надо Опять же Говорю На территории Канады Всем Откланиваюсь Всем Отличной Недели И Счастливо Пока